Приветствую вас друзья меня зовут Шевченко Александр и это канал Академии счастья сегодня поговорим об осознанности и осознанных снах на самом деле сны это такая же часть нашей жизни как и все другое как и я в которой мы живем в реальности и во сне мы тоже можем чувствовать себя осознанно даже бывает более осознана чем в реальной жизни потому что что мы делаем в реальной жизни если посмотреть так зачастую мы тоже спим то есть делаете вещи которые не осознаны то есть мы бывает не чувствуем вот что правильно а что нет и бывает делаем просто вещи как просто как импульс так как реакция что-то произошло мы отреагировали и все и потом только начинаем понимать почему это было через какое-то время что происходит во снах да у нас как бы меняется частота колебаний нашего мозга и мы погружаемся в такие вот дельта ритмы да то есть если сейчас мы зачастую работаем об альфа ритмах бета ритмах да и иногда меняются они данные иногда как-то переходят да то есть мы можем доходить до какого-то определенного состояния но опять же таки наше состояние оно наполнено каким-то действием да то есть мы хотим чего-то достигать творить вот если вы помните свои сны вот когда вы просыпаетесь то там зачастую это совершенно иначе то есть там вы да можете творить совершенно разные вещи но кто творит это да бывает такое вы просыпаетесь и у вас какое-то такое странное ощущение как будто что-то произошло неприятно бывает наоборот вы путешествуете парите там делаете что-то такое что вам ну просто испытываете это огромный кайф то есть вы можете делать во сне все что угодно даже те вещи которые зачастую не делаете в обычной жизни и что важно для этого важно настроиться перед сном то есть чтобы вы могли чувствовать себя осознанно что для этого необходимо то есть вы когда ложитесь отдыхать конечно же важно то есть чтобы было у вас спокойное состояние чтобы уже подготовились косну то есть там приглушили свет там не кушали перед сном даст послушайте там спокойную музыку то есть такого же медитативное состояние в котором вы входите в сон и перед сном вы можете просто вот пока вы входите в это состояние засыпаете закрыть глаза и почувствовать вот это как будто вы уже спите как будто вы уже погрузились сон вот это как бы вы входя в это состояние и почувствовать что вы хотите увидеть в этом сне кем вы хотите быть в какой вселенной обитать что делать и так далее с кем хотите вместе поиграть во сне и вот таким образом вы можете вводить большую осознанность ваш сон то есть потому что что такое осознанность это когда вы четко понимаете с помощью своего сознания с помощью вот вашего аналитического ума что происходит и как это происходит и вы чувствуете это вот в жизни можно делать определенное тоже самое когда вы например погружаетесь состоянии медитации она в какой-то степени сродни состоянию сна но здесь вы это делаете особенно то есть вы закрываете глаза и чувствуете целый мир в котором вы можете как сознание делать то что вам действительно хочется то есть вы можете сотворить свою вселенную и разместить там то что вам по нраву то что вы хотите там разместить и это ваша вселенная таким же образом можно делать и во сне то есть когда вы входите в сон вы создаете эту вселенную и там играете в ней играете в нефти игр которые действительно вам по душе и во сне это может быть настолько чувствительно что вы будете ну прям хотеть и дальше играть в это то есть вам будет хотеться продолжать эту игру в сознатном и в данном случае есть например определенные травы которые повышают осознанные сновидения есть определенная музыка которая помогает осознана осознанных сновидений это это все есть бинауральные ритмы например да то есть есть которые тоже помогают ввести в это состояние осознать самое главное это развитие вашего сознания вот например я создал академию victory Почему? Потому что для меня всегда было важным, что такое сознание, как работает ум, как работает мозг, то есть как это все взаимосвязано и самое главное, как мы можем сделать так, чтобы наше сознание могло творить то, что он хочет, то, что хочет в этой игре и убирать те вещи, которые не хочется. То есть те, которые, например, мешают, создают негативные заряды. И вот я, получается, применяю практику процессинга, которая помогает убрать эти негативные заряды и настроить человека таким образом, чтобы ничего ему не мешало. Ведь бывает так, что за целый день происходят какие-то конфликты, и потом, когда вы уже хотите отдохнуть, они у вас мешают вам, то есть вызывают такую тревожность, какое-то негативное состояние. И вот в этом состоянии, конечно же, заснуть бывает даже очень сложно, а не то, что уже говорить об осознанных снах. Вот очень важно это убрать, вот эти вот конфликты. Я делаю это с помощью процессинга, то есть помогаю человеку войти в состояние определенное и справиться с этим, то есть найти, откуда этот конфликт, как он произошел и перепрожить его, чтобы оттуда ушел весь негативный заряд. И тогда человекосостояние улучшается, и он может осознанно быть наяву в реальности и отдыхать тоже во сне осознанно. И вот таким образом я помогаю человеку улучшить состояние, чтобы он мог быть в настоящем времени и осознанно делать то, что он хочет. И, конечно же, то, что происходит во сне, оно напрямую отражается на нашей жизни, потому что многие люди даже как-то трактуют сны, то, что они увидели во сне, и потом переносят это на нашу жизнь. Я, например, считаю, что важно во сне относиться ко сну естественным образом, то есть просто воспринимать то, что там происходит, не пытаться это как-то переиначить, отгородиться, переделать, подавить. Точно так же и в жизни. То есть когда вы относитесь к этому, воспринимаете это как есть, то это проходит через вас и не оставляет какого-то следа. И вот именно в этом я и помогаю человеку научиться воспринимать жизнь как есть, то есть становиться осознанным, счастливым и радостным. Как раз об этом я и написал в своей книге. Книга «Мир и вечного познания», где люди творят вселенные, перемещаются между ними и играют в них в игры. Это как раз то, что очень близко к теме осознанных сновидений. И книга «Полное исцеление», там где я рассказал о своей методике процессинга и рассказал, как она помогает в исцелении человека. Вы можете эти книги посмотреть, почитать по ссылке, они будут в описании к этому видео. И конечно же, друзья, давайте сделаем небольшую практику, как это уже принято в наших видео. Закройте глаза и создайте пространство для сессии. Потом почувствуйте себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. И представьте такую вселенную, в которой вы хотели бы играть. То есть такой, которую реально вам нравится. Не такой, какая реальность сейчас, а такой, которую вы хотите видеть. Вот такую вселенную. Напомните ее красками, людьми, персонажами, предметами. То есть вы можете создать все, что угодно. Можете создать, не знаю, райский остров, к которому вы хотите жить. Или королевство какое-то и почувствовать себя королем, королевой или что-то еще. Фантазия может быть любой. Просто представьте это, почувствуйте это. Вот как бы вживитесь в этот образ. Почувствуйте, какой он, какой он радостный, счастливый. И почувствуйте, что вот вы именно в этом. Вот прям эмоционально почувствуете, что вы уже в этом образе. Вот в таком, каком вы его создали. Что вы там принц или принцесса, король или королева. Видите все эти замки, дворцы или пальмы вокруг вас. Водичку купаетесь, не этот остров. То есть почувствуйте это. Ощутите то, что вы хотите. Именно ваше. Почувствуйте душой и соприкоснитесь с этим. И когда вы почувствуете это максимально глубоко, скажите, свершилось, свершилось, свершилось. Благодарю, благодарю, благодарю. И максимально это, скажем, быстро свершится, если вы войдете в это, в тета-состояние. В состоянии таком, когда ваш мозг, ум, сознание, оно максимально расслаблено и работает на тета, длины волны тета. То есть она очень близко как раз к длине осогнанных сновидений. И поэтому вы можете создавать ту реальность, то, что вы хотите, как наяву, так и во сне. И вот когда вы это создали, поблагодарите себя и создателя, который дает вам энергию для этого созидания. Вот, скажите, благодарю, благодарю, благодарю. Свершилось, свершилось, свершилось. И живите в этом мире, который вы представили. Он придет к вам. То есть вы его почувствуете в реальности обязательно. Вот, и когда он придет, еще раз поблагодарите создателя за то, что это произошло. Вот, если у вас появились какие-то вопросы насчет осознанных сновидений, процессинга или улучшения своего состояния, то напишите мне в личные сообщения, и мы проведем бесплатную консультацию, где я расскажу подробнее о методике. Выслушаю ваши, расскажу, как можно улучшить ваше состояние. Если это видео было вам полезным, понравилось, то ставьте отметку «Нравится» – это палец вверх, колокольчик для напоминания о новых видео, которые выходят на моем канале ежедневно. И, конечно же, подпишитесь на мой канал, если вы еще не являетесь его подписчиком. И поделитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях. Мои контакты все указаны под этим видео. Добавляйтесь в друзья, пишите мне. Будем общаться и вместе создавать пространство любви и счастья. А я с вами на сегодня прощаюсь. Мы увидимся совсем скоро, завтра, в следующем видео. А пока посмотрите те видео, которые у вас сейчас на экране. Зайдите на мой сайт, который тоже у вас есть. Там больше информации обо мне и о тех методиках, которые помогают в улучшении качества жизни. Всего вам доброго и до скорых встреч!